всем привет я просто сейчас хотел бы затронуть маленькую тему различных громких званий в интернете я каждый день на машине проезжаем мимо одного железного бункера там когда-то был зоомагазин обанкротился или ушел не знаю закрылся и все это помещение внутри переоборудовали под паркур под трамплины и так далее по выходным там очень много групп с малыми детьми и родители просто семьями приходят отдохнуть ребята делают деньги на вот на вот этой вот джампомании своей как они называют ее предоставляя услуги тренеров по паркуру и обучая детей просто прыгать на трамплинах обучая различным акробатическим моментом но к чему я это говорю к тому что а вот эти вот все тренера в этом бункере которые занимаются паркуром с детьми с подростками называют себя громким именем сенсей сенсей томас сенсей роберт или еще как-нибудь они все блин там сенсей это тоже самое что в интернете появляются особенно у меня на канале в комментариях люди называющие себя мастерами спорта по боксу и по полученными званиями этими при советском союзе мастерами с по международного класса чемпионами мира и так далее и так далее но упорно прячутся под скрытыми аватарками под пустыми каналами и никогда не хотят назвать свое имя то есть это люди которые просто-напросто трепят языком налево направо зная что ты проверить это не сможешь но им хочется выделиться на фоне тебя или на фоне кого-то чтобы тебя чтобы о них тоже говорили вот о ко мне зашел к примеру на канал человек он пишет что мастер спорта международного класса по боксу и по тайскому боксу звание это он получил еще в советском союзе ну знаете это смотрится по детсадовски если честно сказать к таким людям я отношусь сразу несколько предвзято и негативно да я такой человек если я вижу что если я чувствую что мне врут я сразу же этого человека пытаюсь или поставить на место или опустить его ниже плинтуса в некоторых моментах это получается в некоторых моментах просто-напросто отправляю в бан вот и все это я хотел сказать именно по теме вот этих вот сенсеев мастеров международного класса чемпионов вооруженных сил советского союза показывающих медальки купленные за 180 рублей в интернет магазинах и забывающих о том что советский союз прекратил свое существование в девяносто первом году а они утверждают что они стали чемпионами советского союза чемпионами вооруженных сил советского союза в девяносто втором году ну чё тут не стыковка у этих людей когда вот они блин сочиняют о себе какую-то фигню провалы в памяти им бы просто-напросто брать бумажку записывать все свои вот эти вот хронологические данные а потом перед тем как снимать видео сравнивать свои эти хронологические данные с моментами сходятся они или нет чтобы не выглядеть какими-то лопухами блин в глазах других ну ладно всем удачи пока